Эти блестяшки сделала? А я не делала фильтры. Я, наверное, единственная сегодня, кто делает прямой эфир без фильтров. Люди, пусть смотрят на нас на живых. Пожалуйста, внимание! Пожалуйста, внимание! У нас, внимание, внимание, нам говорят, что нам нужно эвакуировать из отеля. А я говорю о том, что у нас такой менталитет, что мы сначала сделаем укладку, значит, это уже когда вот гаревом, дымом не запахнет, никто никуда не побежит. Не торопитесь. Однажды я спала. Мы приехали, короче говоря, с Пьером на файт, знаешь, в Роттердам, короче, приехали на бои. Ну и, значит, лежу я ночью и слышу вот такую вот ночью в 5-6 утра. Ду-ду-ду-ду! Я такая, знаешь, думаю, что произошло? Открываю дверь, значит, время 5 утра. Думаю, ладно. А, буду, думаю, дальше спать. Думаю, наверное, все нормально. А потом думаю, блин, надо пойти посмотреть. Ну а вдруг и все нормально, знаешь? Выхожу на улицу. Не на улице, а в коридор. И, короче, оказывается, там на каждом этаже в номере были сауны. И у кого-то загорелась сауна, прикинь. А я не слышу запахи. И я не понимаю, пахнет дымом или нет. А дымом пахло, прикинь. Я открываю дверь, а там просто смог по этому, по потолку, прикинь, дым. Вот какую вещь, прежде всего, бы ты с собой взяла, если бы был... Паспорт, ёб твою мать. Паспорт, что же я бы еще с собой взяла в этом, в Роттердаме-то. Растану из широких штанин. Чего, там помнишь песню «Паспорт, я гражданин». Да, вот. Куда собираешься, спрашивает. Она собирается на бал. Московский бал. Ах, сейчас я... Рукой, как тяжело держать этот телефон. Да куда ты его поставишь? Всем привет! Никуда ты его не поставишь, вот так вот, наверное, только разве что. Ну, мы, конечно же, позвонили на ресепшен, нам сказали, что это учебная тревога, что мы можем в ней при желании принять участие. Но я сказала, спасибо, мы лучше наделаем прическу. Была ли я в Таллине? В Эстонии, не помню уже. Была, по-моему. Да, была. Пожалуйста, внимание. Пожалуйста, внимание. Уважаемые гости и сотрудники. Аттеншн, плиз. You have to leave. Дай, пожалуйста, мою воду. Я там тоже какую-то. Это она, не она? Спасибо. Следуйте инструкциям, планам по эвакуации. О, как приятно. Ты такая красивая, когда, говорит, увижу, с ума схожу. О, ты почаще заходи. Места и пользоваться запрещено. Спасибо за ваше понимание. А представьте лифт-то выключено. Ну, ладно, мы на втором этаже. А, мы не на втором. А, как так? А, это третий, да. У нас такой красивый двор. Только была бы я дизайнером, я поменяла бы шторы в отеле, поменяла бы карпет и поменяла бы диван вот этот вот цветастый. Согласны? Сделала бы другого цвета все. Вернее, другого рисунков, оттенков, текстуры. Все, и надоело говорить. Так как его макияж сегодня вообще не прикасалось практически от Мадины. Так, они сказали, что у меня нос какой-то не такой. Надо вот здесь, наверное, этот сделать, как его, прорисовать нос. Я хайлайтер нарисовала сверху, а вот здесь вот нужно немножко сделать контур. Ладно, что вы, где мы, где мы находимся? Мне надо позвонить Майнингсу, короче. Здесь у тебя телефон? Ночью сплю. Вчера. Представляешь, и дверь открывается или закрывается. Такая джжж. Я такая, знаешь, вот как это в кино. Вместе с этой дверью я такая проснулась. Думаю, блин, страшно выходить сюда. Думаю, вдруг здесь кто-то есть. Я закрыла дверь спальни такая, знаешь, замкнулась из палата. Маньте, ты где? Сейчас, подожди, дай трубку. Пожалуйста, внимание. Пожалуйста, внимание. А ты видишь, у нас тревога здесь? А что он тебя не может встретить? Попроси на консервы, чтобы провели тебя. Нафиг тебя наид, когда есть консервы, которые проводят гостей. Следуйте из друг с ним планом по эвакуации. Недорогитель. Ну, давай, поговори с этими, чтобы они тебя запустили. По карточке. Как они? Консьержи. Давай. Так, дорогая, подождите. Все, мы должны прерваться. Извините, пожалуйста.